Добрый вечер, друзья. У нас Светлана зачитывает вопрос. Давай, Света. Здравствуйте, Михаил и Светлана. У меня вопрос, но вначале предыстория. Меня зовут Саша, мне 32 года, живу во Львове. Недавно с друзьями вспоминали наше детство и от чего мы не были защищены. Было нам лет по 9-10. Играли во дворе, в прятки. И один мальчик решил спрятаться в неизвестной открытой синей будке, трансформаторной, которая стояла во дворе. Результат – сгорела одна рука до плеча. Такого рода случаев немало. Есть летальным исходом в моей памяти. И, увы, немало. Сейчас мне 32, жена, двое деток. Мальчики 4 года и 4 месяца, соответственно. И страшно за них, потому что это самое дорогое. Как их уберечь, ума не приложу. Внимание, вопрос. Как с безопасностью в США? Как оберегают деток? Спасибо. Ну, что тут сказать. Я думаю, все-таки, что даже по советским временам, значит, трансформаторная будка, безусловно, должна была быть закрыта. И были правила безопасности там и все такое. То есть, может быть, если ему сейчас 32, а было это, когда ему было там, может быть, 10, может быть, это был период развала СССР, когда вообще просто посыпалось все. То есть, когда все сыпется, это отдельный разговор. Но когда оно не сыпалось, трансформаторные будки были закрыты. Я не помню ни одного случая. Вот мы жили в Москве, а ты, Света, жила в Киеве. Ты помнишь хоть один случай, чтобы ребенок угодил вот в такое вот приключение? Ну, ты знаешь, что девочки вообще не лазали по путкам? Нет, ну, из тех, что ты знала. Ну, вот мне на память несчастные случаи так не приходят, за исключением того, вот, когда мы были в институте, и там люди ездили на русском языке. Ну, это другой взрослый парень попал под машину. У нас был мальчик в классе, который утонул в речке. Понимаешь? Ну, во времена детства я не помню, что были летальные такие случаи. Но вопрос в том, как обстоит дело с безопасностью в США. И я хочу сказать вам такую вещь, что в отличие от России, здесь есть такое понятие, как ответственность. Юридическая. Юридическая ответственность. И там тоже есть все это. И там тоже есть. Ну, там у концов не найдешь, а здесь это, в общем-то, очень серьезный инструмент, да. И суть этого инструмента состоит в том, что ты, как человек, который отвечает за безопасность других людей на своей территории, на своем доме, да, обязан позаботиться о том, чтобы это было безопасно. Например, если у тебя есть плавательный бассейн по дворе, и случайно туда зайдет чужой ребенок, и может упасть и утонуть в этом бассейне, то ты, как хозяин, будешь нести за это ответственность. Тысячи детей ежегодно гибнут в бассейнах. Поэтому, как хозяин, ты обязан сделать это место безопасным. И сегодня у каждого хозяина требуют, чтобы вокруг бассейна был забор с калиткой, которая запирается, которую маленький ребенок не может открыть. Или вокруг участка должен быть забор, чтобы со стороны никто не мог прийти. Детские площадки для маленьких детей, они ограничены, они закрываются, но это такие щеколки, которые взрослый может открыть, а ребенок не может открыть. То есть, в особенности, вот эта вот ответственность, которая лежит на каких-то бизнесах, да, это очень сурово карается, если, не дай бог, по чьей-то вине что-то случится с кем-то. Тем не менее, по стране 300 тысяч детей оказываются в пунктах скорой помощи с травмами на детских площадках. Ну, еще раз, наличие штрафов и наличие системы карательной, да, оно отнюдь не отменяет того, что бывают какие-то случаи. Но вопрос в чистоте этих случаев, да, то есть все-таки как хорошо, когда есть механизм. Давай разделим. Дело в том, что есть ребенок, ребенок может куда-то залезть, например, упасть оттуда и так далее. С одной стороны. С другой стороны, есть взрослые люди и есть места специально организованные. Скажем, трансформатная будка – это специально организованное место, за нее есть кто отвечает. Есть детская площадка, за нее тоже есть кто отвечает. Есть система страхования, есть система приемки объектов и так далее. То есть, когда все хорошо, понимаешь, вот когда, в смысле, хорошо, когда нет войны, когда нет бардака, когда все нормально. Вот все функционирует так, как должно функционировать. Понимаешь, с одной стороны, мы можем сказать, что в США там ежегодно погибает, там, я не знаю, сколько народов, в результате, там, лечебных ошибок, медицинских ошибок, или, там, пришел не к тому пациенту и поставил ему капельницу. Понимаешь, вот не тому. Это бывает, все. Понимаешь, этого нельзя избежать на 100%. Стой, стой. Но, конечно. Но вопрос в чем? И дети, и взрослые. Но вопрос в том, что есть некая система, которая защищает человека, ну, например, вот на уровне, там, скажем, страховой компенсации, там, и так далее. Поэтому, те организации, которые должны обеспечить определенный уровень порядка, защищенности и так далее, эти организации очень сильно мотивированы это делать и не облажаться в этом смысле. Поэтому, как бы, да, бывает все, что угодно, и, да, есть мощная система защиты, есть мощная система страхования. Не знаю про защиту, я еще расскажу. Да, давай. Дело в том, что Америка, страна, она, в общем, работает по правилам, не по понятиям, а по правилам. По правилам. И правила такие, например, да, что детей до 14 лет, вот так, до 14 даже, да, не до 12, до 14, нельзя по закону оставлять от них дома. Это от штата зависит, Светочка. Возраст от штата. У нас, в Калифорнии, да, мы говорим. Я не помню, что 14, не уверен. Нет, у нас, в Калифорнии, до 14 лет нельзя. Окей. И, в общем-то, если вы за дом из 14 лет, это уже вполне взрослый ребенок. Мы, когда жили в Москве, мы дочку оставляли одну дома лет с 8-9, наверное, да. Здесь это запрещено. То есть, что это значит? Это значит, что если соседи услышат, что дети там буянят, и выяснится, что они одни, да, то вызывается полиция, и родители могут запросто лишить родительских прав. Ну уж, неприятности будут, да. Неприятности будут, да. Они должны будут доказывать, объяснять, и так далее, и так далее. Вот. Значит, есть некоторые системы, да, если ребенок 8 лет, что вообще в России считалось, что взрослый ребенок может вполне оставаться один, но он может в это время пойти поиграть со спичкой в войну. Почему? Да, и он может сделать пожар, и как-то это небезопасно. То здесь для того, чтобы предотвратить саму такую возможность, не разрешается детей оставлять. То есть, берется либо любеситер, либо кто-то взрослый за ним присматривает, один ребенок не остается. Кроме того, не забывайте, что в Америке все-таки такие расстояния, что пешком люди от пункта до пункта не ходят. И, конечно, маленькие дети никуда пешком не ходят. С утра их отвозят родители на машине в школу. Старшеклассники могут иногда на велосипеде добраться домой, если школа не очень далеко. Я сейчас возьму экзит, чтобы заправиться бензинчиком. Так, продолжай. Да, значит, могут... Ты меня перебрал на середине. Да. Ну, знаешь, Свет, я, может быть, раз уже так вышла остановка такая, я, может быть, вот что скажу. Все-таки вопрос был о том, что какие-то проблемы возникают не в силу того, что дома родители что-то с ребенком, а в силу того, что чего-то такое более, ну, такое связанное с государством. Все-таки трансформаторная будка, это не то, что родители контролируют. Правильно ли? Ну, правильно, с государством разобрались, что есть система, да, у нее бывает нарушение, а куда мы едем? Мы, Светчик, хотим заправиться бензином. Почему ты решил, что здесь есть бензин? Сказано было выйти в эту сторону, я не знаю, где тут бензин. Тут, ты чего? Ну, давай мы сейчас вот там встанем, договорим и займемся бензином. Нет, ну тут бензин вообще даже не пахнет. Зайчик, есть бензин, да. Значит, говори, о чем речь шла. О детках давай мы здесь встанем, договорим о детках, пойдем дальше. Понятно, что есть система, которая управляется, есть бизнесы, которые несут ответственность за то, чтобы это не происходило. Но я хочу здесь вот сказать какую вещь, что по самой постановке вопроса, вот как уберечь их, да, дело в том, что процент вот даже плохих случаев, да, когда что-то случается, он не такой высокий, да, чтобы вот, ну как сказать, думать об этом надо, но зацикливаться не надо, потому что зацикливание, оно ни к чему хорошему не приведет. То есть ребенок должен иметь какую-то степень свободы своей, да, это определяется его возрастом, да, это определяется его зрелостью ребенка, чем он занимается, он должен быть вовлечен в какие-то кружки, в какие-то полезные виды деятельности, да, чтобы не болтался. Чтобы не болтался, да. Все проблемы случаются тогда, когда ребенок предоставлен сам себе. Еще одну вещь я, может быть, скажу, Света, ты начала говорить про, ты начала говорить про то, что дети как бы больше дома сидят, значит, здесь, во всяком случае, вот мы живем в Кремниево Дарине, здесь нет такого, чтобы были громадные дома, громадные дворы, там были бы сотни детей, и, допустим, у тебя есть возможность попасть под влияние каких-то детей, или там какое-то оборудование прямо во дворе стоит, или что-то. Здесь все-таки вот такая местность, ну, индивидуальных домов, как деревня больше, поэтому у ребенка гораздо меньше возможности оказаться в опасном месте, вот давай, может быть, так скажем тоже. Ну, если опасное место, да, ну, может, дома тоже что-то натворить, знаешь. Нет, речь идет именно вот об этом, вопрос был об этом. Ну, в принципе, вот свобода и действия, вот здесь, например, так, если ребенок ходит в детский сад, да, то его не может забрать человек, который не записан в специальном списке этого детского сада. То есть родители, когда хотят, чтобы кто-то помог забрать ребенка из учреждения, он должен прописать этих людей, и кому попало, ребенка не отдадут, и это порядок, и никто его нарушать не будет. И помимо этого, в целом в обществе есть очень-очень много вещей, которые направлены на безопасность детей, это правда. Давай, Света, мы займемся дальше бензином и скажем всем ребятам привет, и будем считать, что мы вопросы на этот ответе.